Теперь о вселенной танца. Москва, Чеховский фестиваль. Солнце садится и на сцене театра Моссовета зажигаются звезды. И страсть, выраженная в движении. Танго после заката, непревзойденные исполнители из Аргентины, классика жанра, смелые эксперименты. Он, она и его величество танго. Дарья Дружина все уже увидела, говорит, дух захватывает. Примите этот подарок из Аргентины, окрашенный синий-золотым светом ночи Буэнос-Айреса. Десять лучших мировых танцоров танго и музыка знаменитого Астера Пьецолы. На сцене страсть, любовь и желание. Танец вольный, дерзкий, откровенный. Чтобы станцевать в Москве, артисты летели из Буэнос-Айреса больше 20 часов. Буквально накануне их вылета, Аргентина вновь объявила локдаун из-за пандемии. Мы счастливы быть здесь. Это наши первые гастроли за долгое время. Устали, да, но все равно пойдем гулять по вечерней Москве. Для аргентинцев танго – образ жизни. Они танцуют его с самого детства в любом месте. Даже в аэропорту, уставшие после перелета в ожидании багажа. Постановку танго после заката в России привез знаменитый хореограф Херман Карнеха. В Аргентине его называют королем танго. В этом спектакле мы, с одной стороны, берем танго в его чистом виде, а с другой наполняем этот танец свежей энергией нашего поколения. Здесь и современные элементы балета, современного танца и другие танцевальные направления нашей эпохи. Танго появилось в конце 19 века в трущобах Буэнос-Айреса. Сюда со всего мира стекались солдаты, обездоленные крестьяне и эмигранты из Европы. Страдая от одиночества на чужбине, они собирались в портовых кабачках и барах. Там и появился этот танец, который вобрал в себя хабанеру с ее ослепительным головокружением и ритмы Южной Америки. А если вы спросите, какой инструмент выражает суть танго, то это банденеон, гармоника, которую завез в Аргентину немецкий моряк. У меня вся семья танцевала танго, а я вот играю на банденеоне. Обожаю эту музыку и этот танец. В танго важно уважение между партнерами, ведь оно родилось из импровизационного танца. Один партнер предлагает, другой соглашается. Вместе со своей партнершей Хеселой Галиаси они выиграли все мировые первенства в танго. Эта пара источает волшебство, а каждый шаг просто обжигает зрителя. У меня 10 нарядов. Иногда надо успеть переодеться за 30-40 секунд. А как это возможно вообще? Как это вы делаете? С 30 секунд? Не знаю. Сама не знаю. Это завораживающее зрелище не исчезнет до тех пор, пока не опустится занавес. А пока танго. Танго после заката. Дарья Дружна, Павел Байдалов, Татьяна Бодрова и Федор Юрасов. Первый канал. Спасибо. Спасибо.